Вице-премьер России Марат Хуснулин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложение по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Такое наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме. Как сказал Хуснулин, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что виновников аварии обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови. Он уточнил, что смертность на дорогах с участием пьяных водителей снизилась, но значительно меньшими темпами. Причем смертность вне связанных с алкоголем ДТП. МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта. Ограничиваться или прекращаться будут также права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия. МВД и Минздраву поручено проработать обязательную постановку на учет на организмпансера лишенных прав за нетрезвую везду. Также поручено проработать пожизненное лишение прав для оказавшихся повторно за рулем в нетрезвом виде. Предложения пока находятся на стадии формирования.